Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. По статистике, чем выше уровень образования девушек, тем меньше детей они рожают. Как привлечь юную интеллектуалку к роли матери? Действительно, человек, который имеет вкус и навык такого настоящего ответственного обучения, он хочет это обучение продолжать. Аспирантура, написание диплома, может быть ученая степень. Он понимает, что ребенок лишит его, скорее всего, этой возможности. Вот это противоречие нарастает постепенно, когда создается семья. Что можно сделать? Мне кажется, что муж может окружить такой помощью, заботой, любовью, лаской и вниманием свою интеллектуалку, супругу, что она будет ему доверять полностью и будет понимать, что он ей поможет. К сожалению, часто очень отцы не понимают, что вот эта роль, когда отец заработал денег на работе, вернулся и дальше он лежит на диване, она не христианская совсем. Надо прийти, чуть-чуть отдохнуть и помогать. Если мама будет понимать, что папа ей помогает, что он и посуду помоет, и приготовит, и спать ее отпустит, и конспекты почитать отпустит, и работу пописать отпустит. А еще и бабушка приедет, поможет. Тогда, я думаю, она совместит радость ученого и радость матери спокойно. Потому что все-таки радость матери, конечно, больше. И когда в женщине это откроется, когда она уже родит ребенка, ребенок ее обнимет, поцелует, она скажет, ну ученая степень хорошо, но вот это еще лучше. А если получится, то она все и совместит. Просто надо обязательно, чтобы муж помогал, чтобы она чувствовала опору в нем настоящую. Знаете, у нашего одного пожилого работника храма, который в течение многих лет в разных храмах работал, вот есть родственники, он мне однажды с горючей о них рассказал. В советское время это были молодые люди, муж и жена, которые подавали в своих сферах очень большие надежды именно как ученые. Расписавшись, создав семью, они приняли решение не рожать детей для того, чтобы достичь многого. В Москве они имели этот потенциал, они имели эти перспективы, они радовались этому. Вот и так они и прожили то время, когда обычно рожают детей. А когда они подошли к 40 или 45 годам, Советский Союз рухнул. И те сферы, в которых они многого добились, они просто были уничтожены, или ушли в прошлое, или стали совсем несостоятельными. И вот и как ученые они не состоялись в результате до конца. И детей у них нет. И что говорит вот этот наш работник, глубоко верующий и молитвенный человек, он говорит больше 40 минут быть у них в гостях я не могу. Там так тяжело. Видимо дело в том, что скорее всего было сделано много абортов. Это этот грех, который висит над семьей, если он не раскаян. И конечно вот эта кровь, она вопиет к небу. Бывают семьи, где не даны дети. Это Божий промысел. Там не так, конечно, совсем. Потому что смысл жизни человека не в деторождении, а в спасении. Но если Господь дает, а человек сопротивляется, то конечно благодать Божия отходит от человека. Ради чего бы он не отказывался от деторождения. Наука это или гульба просто, ради которой большинство людей распущена. Жизнь, ради которой большинство людей отказывается от семьи, от деторождения. Нету этой славы деторождения, славы материнства нету в этой семье. Вот поэтому если женщина попробует, что такое детские ручки, которые обнимают, как не обнимет и не поцелует, никакая диссертация. Вот, то, конечно, мне кажется, что она в меру будет и тем заниматься, и в большую меру деторождения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова